Сейчас усилия всей путинской пропаганды, всей путинской агентуры, всех его связей направлены на то, чтобы заставить, понудить, побудить Украину принять условия Путина, не унижайте Путина, дайте ему спасти лицо и так далее и тому подобное, в том числе весьма серьезные западные политики. Я, правда, уже отписался, что по некоторым, так сказать, ну там есть люди уже такого очень солидного возраста, я написал, что деменция и коррупция обе безжалостны, они уничтожают человека все лучше, превращая их в живых идиотов. К сожалению, это правда, и мне достоверно известны некоторые данные, я сейчас имею в виду, в первую очередь, Орбана, сейчас начинается расследование по одной газовой афере, где, по всей вероятности, его фигура будет иметь весьма блекло вид, как человек, который участвует в аферах Путина. Вот, и вот я думаю, что коррупция и старые отношения, я тебе, ты мне, они заставляют некоторых политиков, ну типа Перлускони, делать такие заявления, или там бывших лидеров немецкого, эстаблишмента политического, там партийного. Ну вот, к сожалению, они не понимают, что вообще происходит. Я искренне сожалею, я надеюсь, все-таки, что это искреннее заблуждение, да, как бы это сказать, хотя, честно говоря, думаю, что все-таки там немножко все по-другому. И вот сегодня совершенно очевидно, что военная помощь Украине, она, конечно, идет, и огромная благодарность Соединенным Штатам Америки, которая, конечно, во главе этого процесса, Британии, которая выполняет роль такого побуждающего всех государств, всех побуждающего государств, которые обращаются ко всем остальным и своим примером показывают, как надо делать. Безусловно, огромная помощь соседей Украины, Польши, Литвы, Латвии, ряда других европейских стран. Но все-таки этой помощи пока недостаточно. Вот давайте по-честному, да, вот мы ждем от украинской армии наступление, освобождение, мы это очень хотим. Враг у нас, как вы знаете, общий. И мы все ждем военного поражения Путина. Мы все ждем и надеемся и уверены в том, что состоится военное поражение Путина. А его пока нет. Пока, как вы видите, наносятся ракетные бомбовые удары по все новым-новым украинским городам. И Одессу бомбят, и Ужгород, и Львов, и многие другие города, которые находятся внутри, так сказать, далеко от границ Российской Федерации, подвергаются ракетно-бомбовым ударам. Это означает, что пока у агрессора, у оккупанта есть преимущество и в технике, и в силе, и в средствах ведения войны. Вот это вот пока печально, потому что надо в Украине много, много техники. Не 300 гаубиц. Да, они очень полезны, 300 гаубиц. Но давайте мы сейчас сравним это число 300 гаубиц с общим числом гаубиц. Пусть они не такие современные, пусть они не такие мощные, пусть они не такие дальнобойные. Но в Российской армии их там 12 или 13 тысяч штук. Вот 300 и 12 тысяч. Вот сопоставьте. Поэтому, когда мы говорим, я не говорю, что они все на фронте украинском, звучит, конечно, кощунственно, 80 лет спустя войны, что на украинском фронте был первый украинский фронт, был второй украинский фронт. который вместе со всеми народами Советского Союза воевал против Гитлера. Сейчас мы говорим об украинском фронте вот так. Но, тем не менее, на украинском фронте существует преимущество в силе, технике, в вооружениях со стороны Российской армии. Это позволяет ей уничтожать Украину. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok